Рада вас приветствовать в выпуске очередной программы передачи в эфире Универ ТВ. И хотел сразу представить наших гостей, которые на самом деле в излишнем представлении вряд ли нуждаются. Итак, с нами депутат Государственной Думы Российской Федерации Фарахов Айрат Закиевич, а также проректор Казанского Приволжского Федерального Университета Пашин Дмитрий Михайлович. Здравствуйте, уважаемые друзья. Добрый день, Константин. Добрый день, Дмитрий Михайлович. Вчера было знаменательное событие, оно связано с Днем Науки, Российский День Науки. И я знаю, вы оба доктора наук. В какой-то мере бывших ученых и бывших людей, которые связаны с наукой, вряд ли бывают. Может быть, вы хотите что-то на этот счет сказать? Я думаю, что на этот счет говорить очень много можно. Я все время цитирую в таких случаях фразу, которую сказал четверостиший Михаил Васильевич Ломоносов. Потому что, к сожалению, мы живем сегодня в мире, когда, наверное, нет чиновника, нет политика, которая не говорит о необходимости развития науки. Но вместе с тем мы понимаем, что проблем больше. И когда мы начинаем сравнивать отдельные показатели в нашей стране, в развитых странах, мы видим, что это сравнение не в нашу пользу. Михаил Васильевич Ломоносов говорил так. «Науки юношей питают, отраду старым подают, счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут». По-моему, сказано просто почти 200 лет назад. Великолепно и лучше просто не скажешь. Да, действительно. Блестящее стихотворение, блестящие слова. Дмитрий Михайлович. Я в продолжении темы того, что мы вчера все праздновали, радовались Дню российской науки. Я хочу сказать, что это праздник не только ученых, а вообще не ученых. Это праздник всего человечества. Я объяснил свою позицию. Дело в том, что вся история, вся эволюция нашей цивилизации, она идет по пути удовлетворения тех или иных потребностей человека. И каждый век он характерен тем, что происходит какое-то глобальное изменение характера этих потребностей и их объем. И сейчас, на мой взгляд, мы достигли просто колоссального уровня запроса потребностей стороны наших людей, людей, проживающих на планете Земля. И не было ни одного случая в истории человечества, в истории цивилизации, когда бы человечество даже попыталось отказаться от своих тех или иных потребностей, невзирая на ресурсные проблемы, экологические проблемы, всегда находится путь, чтобы откинуть эту сторону и найти способ решения тех или иных проблем потребления. Единственным путем для того, чтобы решить эту проблему, это развитие науки. Потому что только наука дает нам новые возможности, новые пути для более высокотехнологичного, более комфортного удовлетворения всех своих потребностей. Поэтому это праздник, конечно же, не ученых. Ученые — это те люди, на которых, если говорить языком религии, должны молиться все остальное человечество, потому что они, в принципе, и дают возможности для развития этой цивилизации, для удовлетворения ее бесконечно растущих потребностей. Поэтому, дорогие наши сограждане и жители планеты Земли, я вас поздравляю с праздником всех ученых, по крайней мере, в нашей стране этот день науки. — Глобально, масштабно. Друзья, действительно, академики, профессора, преподаватели, студенты, школьники и даже детвора. Всех поздравляем тех, кто живет наукой, кто дышит знаниями. И всем нам наверняка успехов и достижений всех даже самых-самых смелых каких-то мечтаний. С праздником! Еще раз с Днем науки! С вами Константин Харисов, ведущий передачи. И первый вопрос я бы хотел адресовать, Радзакевич, вам. Мы знаем, я знаю, что вы были слушателем специальной программы при правительстве Российской Федерации, которая была посвящена развитию студенческого предпринимательства. И она была как раз... А может быть, вы все-таки лучше скажите. Расскажите, пожалуйста, о том, что это было, когда это проходило и с каким результатом. Пожалуйста. Дело в том, что это был образовательный проект, в котором принимали участие Высший резерв управленческих кадров при президенте Российской Федерации. Я состою в этом резерве с 2014 года. И очередной образовательный модуль, который включал в себя 6 месяцев, имел целью общения тех, кто входит в Высший резерв управленческих кадров, тех, кто попал туда в результате хороших результатов тестирования. И целью этого модуля, наряду с образовательной деятельностью, была защита диплома, работа над которой начиналась с первого дня. Было организовано примерно 6 проектных групп, которые на проектной основе взяли наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается правительство Российской Федерации. И эти группы должны были предложить принятые правительством национальные проекты или инициативы. Вот последние 42 инициативы. Они должны были внести какие-то конкретные предложения для того, чтобы эти инициативы были более эффективными. И защита этого проекта проходила в бункере правительства с участием членов правительства Российской Федерации. В целом, это был очень серьезный вызов с первого дня для нас. Мы сразу же сформировали проектную группу, которая называется «Университетское технологическое предпринимательство», поскольку правительство сформировало свою цель изменить уровень университетского технологического предпринимательства, достигнув 30 тысяч стартапов до 2030 года. Цифра, конечно же, просто неимоверная, очень серьезная. С учетом тех показателей, которые по количеству стартапов имеем мы сегодня, безусловно, правительством сформирована ресурсная база, определенные идеи, и наша цель была подвергнуть критическому анализу эти идеи и предложить какие-то конкретные дополнительные предложения, а может быть, несколько усилить направление, которое уже есть. В течение шести месяцев мы работали в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казахстане, мы анализировали работу тех или иных университетов, плюсы и минусы, мы связывались с зарубежными коллегами, перед нами выступали коллеги, которые реализуют примерно те же задачи в развитых странах, и в целом вот нами подготовлена презентация, вот я на руках держу презентацию, которая была в бункере, с обоснованием, с целями и задачами. Ну, в целом, для меня это было абсолютно новое направление, учитывая то, что я все-таки в большей степени работал в области экономики, здравоохранения, в социальной сфере, и в целом я проникся этой идеей, мне действительно появились определенные знания, и те предложения, которые мы сделали, сейчас они начинают реализовываться. Радзакевич, то, что мы услышали, это действительно впечатляет. Сложно попасть в этот состав группы, сложно и защитить результат исследований на протяжении шести месяцев. Вся работа, в том числе, в неком ситуационном центре правительства. И наверняка все ваши поездки, командировки, связанные с деятельностью других учебных заведений, Москва, вы называли, Санкт-Петербург, даже Казахстан, это привело к какой-то некой программе, которая сейчас постепенно реализуется. Я правильно понимаю? Да, на самом деле, абсолютно правильно, Константин. Правительство абсолютно правильно приняло решение наряду с 42-мя инициативами правительства с целью достижения национальных целей начать проект платформы университетского технологического предпринимательства. Это абсолютно правильно, потому что уровень предпринимательской активности в России находится запредельно низкий. И я вот взял даже цифры. Впереди мы находимся, по-моему, где-то там на 88-м месте. И впереди нас Грузия, Белиз, Вьетнам, Аргентина, Индонезия, Панама и даже Украина. И, конечно же, эту ситуацию невозможно в дальнейшем уже наблюдать. Эта ситуация оказывает очень серьезное влияние на экономику, на доходы, на благополучие наших граждан. И бесконечные споры между реальным сектором экономики, научной, интеллигенцией о том, что все-таки кто должен развивать правительство взяло на себя инициативу создания условий, инструментов для того, чтобы поддержать развитие университетского технологического предпринимательства. И в целом мы эти инструменты анализировали. Ведь крупнейшие проекты, например, за рубежом Microsoft, Google, Facebook, триллионы долларов, которые стоят сегодня, это публичные компании, они начинались в университетах, и они начинались студентами. И Россия здесь не исключение. Крупнейшие проекты в России, Яндекс, это Академия наук, проект, родившийся в университетской среде, Rambler, это проект, который также родился в университетской среде, ВКонтакте, почти 50 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь, сегодня. Это проект, который родился среди студентов, СПБГУ, Telegram, то же самое. И при создании определенных условий есть возможность масштабировать эти проекты, есть возможность стимулировать, помогать стартапам, для того, чтобы идеи наиболее активной части нашего общества, студентов, научных деятелей, воплощались, были поддержаны и инвесторами, и, скажем так, реальным сектором экономики, для того, чтобы они развивали технологическую, инновационную мощь нашего государства. И вот в целом, это коротко такой проект. Это очень амбициозная задача, и я так понимаю, что ситуация действительно назрела, потому что мы, по правде, очень мало говорим о предпринимательстве как таковом, как вид деятельности, что ему сопутствует, с чем приходится сталкиваться молодым предпринимателем. И как раз самое время подойти к вопросу к вам, Дмитрий Михайлович. Скажите, пожалуйста, вы проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации. Это в духе времени, и это на злобу дня. В нашем Казанском университете есть ли инфраструктура, которая как раз возможно соответствует всем ожиданиям настоящих и будущих предпринимателей, в том числе студентов? Ну, я для начала хотел пояснить свою позицию по вопросу развития университетской платформы технологического предпринимательства, потому что существует очень много, есть термин, но существует очень много трактовок, что под этим понимать. Поэтому я, не обращаясь к другим трактовкам, я, наверное, поясню свое. Но прежде всего хочу сказать, что когда мы говорим про университет, то университет, это, конечно же, не про предпринимательство. Университет – это про создание новых знаний. Новые знания, которые могут лечь в основу тех или иных решений, неважно, в какой материал бейс, диптех, IT и так далее. Это не имеет значения. То есть по определению, по общему праву, ученый не может быть предпринимателем и не должен им быть. Он должен создавать некое знание, которое в конечном итоге может быть обречено в некую технологию, некий продукт, сервис, неважно, то, что будет востребовано обществом, то, что будет востребовано рынком. Поэтому, когда мы говорим про университетско-технологическое предпринимательство, мы, конечно, я так считаю, мы не должны говорить о том, что ученые все должны стать предпринимателем. Но что должны сделать ученые, это точно понимать, каким образом результат их исследований, неважно, в какой состоянии он находится, на самой идее фундаментальной, или он уже продвинут на уровне прототипа, он должен понимать, где этот продукт может быть использован в будущем, в какой новой технологии, в каком новом сервисе. Потому что зачастую мы исследуем какое-то явление, не понимая, для чего нужно. Ну, интересно. Интересно, мы получили результат, он конкурентный, красивые статьи выходят, но никто не может объяснить, а для чего мы это делаем. Ну, может быть, лет 50 кому-то потребуется. Окей, есть технологии, есть технологические цепочки, в которых мы понимаем, куда мы можем строиться. Для этого делается консорциума международная. А есть некие такие форсайты, форсайты развития, технологического развития, ну, как бы так, человечества, или каких-то компаний, в которых мы прогнозируем, что на одном, на определенном этапе будет постребовано то или иное знание, то или иное явление, та или иная технология. И мы можем готовиться, чтобы встроиться в эту цепочку разделения труда, создания технологий, для того, чтобы внести свой вклад. Ни один университет мира, ни один отдельный предприниматель не может закрыть всю эту цепочку. Он может просто внести свой максимальный вклад в какой-то конкретный ее этап, в какую-то конкретную ячейку. Поэтому, на мой взгляд, ученые наши должны заниматься наукой. Но эта наука должна быть четко понимать, для чего она делается с точки зрения конечных будущих технологий. Я начинал свое научное действие, когда еще был Советский Союз, и я прекрасно помню, как много избыточных исследований мы проводили. Но ресурсы и потенциал Советского Союза был такой, что мы могли себе позволить, скажем, 90% отложить на полочку, на будущее применение, а 10% хватало, чтобы закрывать все технологические потребности общества и страны, в том числе и в области обороны. Как я вначале сказал, сейчас растущие потребности человечества, они очень резко снизили ресурсные возможности. То есть потребности съедают ресурсы, и сейчас делать, что называется, в стол и на полочку дополнить какие-то исследования, у нас просто нет возможности. Поэтому мы не можем себе позволить работать просто ради написания некой статьи. И, допустим, получение какого-то эффекта, который, ну, интересен, на самом деле очень интересен, но пока не видно его применения. При этом у нас существует достаточно, ну, брать нашу инвестицию, у нас там 50 с лишним тысяч работают студентов. Студенты – это, в принципе, будущие работники, это будущие важные составляющие экономики нашей страны, которые, в конечном итоге, выходя из университета, должны туда влиться и занимать свою какую-то позицию. И вопрос трудоустройства для них является очень важным. И здесь надо понимать, что часть из них имеет все предпринимательскую жилку и такую интенцию, чтобы этим заниматься, часть нет. Поэтому наша задача в университете за счет различных программ, инфраструктуры, наших отличных действий попытаться пробудить у тех студентов, кто имеет к этому склонности, вот эту самую интенцию. И дать им возможность. А что они могут сделать? Они могут, получив те самые наработки, которые есть в наших лабораториях, попытаться эти наработки вывести на рынок. То есть создать так называемый стартап, они в этом случае не будут являться разработчиками самой технологии или самой идеи, или явления. Они будут заниматься тем, что они будут продвигать. И если данный студент получает специальность, допустим, по области физики или IT, и он будет продвигать стартап, который об этой области, то он это будет делать более профессионально, имея в том числе предпринимательские навыки. Поэтому наша задача как раз создать всю инфраструктуру для того, чтобы студенты, во-первых, а, могли научиться, как это вообще делать, как это работает, а, б, они могли сделать эти прототипы, дорабатывать их вместе с учеными в наших лаборатории, и потом предлагать их рынку. К тому же у нас в университете созданы уникальные возможности, в том числе для ученых, при этой модели. Мы сейчас приняли для себя положение, по которому до 60% финансового результата от реализации патента получает автор-разработчик. Университет только претенует на 40%. Это уникальная возможность, когда человек занимается своим любимым делом, своим исследованием, получает результат, доводит его до рынка и получает за это вознаграждение. Я скажу, что, наверное, в университетах России такого примера больше нет. Одной важнейшим составляющим, в той цепочке, которую я сказал, это, конечно же, та площадка, на которую могут собираться различные студенческие группы, так называемые стартапы, неважно, как это будут называться, студенческие студии, стартап-студии, на которые они могли бы реализовывать некие, так называемые, MVP, это некие прототипы изделий. И сейчас важен совершенно новый подход в формировании. Если раньше, допустим, когда мы вспоминаем Кремниевую долину, то одна команда, она полностью собирала прототип от начала до конца, при этом обладает всего лишь одной ключевой компетенцией. Все остальное для них было чуждо. Они этим не занимались, им приходилось в процессе сборки того или иного стартапа осваивать эту функцию. Сейчас самым дорогим ресурсом, который есть в мире, это является время. Кто быстрее соберет, кто быстрее выйдет на рынок, кто-то победил. Даже если у тебя хуже изделия, но у тебя более правильная бизнес-модель, ты победил. Поэтому технопарк, он должен взять на себя функцию, когда будут формироваться некие, то, что я называю, сервисные стартапы, которые очень классно выполняют какую-то одну конкретную операцию. И собрав эти стартапы сервисные в одном месте, в котором каждый может сделать свою операцию, собрав целый продукт, это тот самый путь, когда мы можем быстро, квалифицированно и максимально качественно вывести его на рынок. Поэтому, в общем-то, и наша сейчас, вся система, которая выстроена инновационной инфраструктурой, она нацелена на то, чтобы, а, научить студентов, а мы, наверное, единственный университет России, который ввел годовой обязательный курс, так называемый, технологического предпринимательства, где мы студентов обучаем на конкретных разработках наших ученых, как его довести до некого продукта, протестировать рынок и защитить в конце эту работу. И это третий курс. А на четвертом курсе они имеют возможность вместе с нашими ученым доводить этот продукт уже до некого такого, так сказать, товарного вида и выходить на диплом, защищая диплом в виде стартапа. И дальше же, вместе с университетом, можно дальше развивать и двигаться с этим продуктом на рынок, в том числе на территорию технопарка, где мы даем максимально льготные условия и поддерживаем. Поэтому вот такая наша цель, такая наша модель. И я еще раз хочу подчеркнуть, потому что это вопрос всегда дискуссионный, ученый не должен быть предпринимателем. Ученый должен быть человеком, который создает новые знания. Я прослушал, Дмитрий Михайлович, то, что вы говорите и по вопросам применимости, и даже некие нотки уловил возможности экспорта технологий, технологического превосходства, которое зарождается в учебной, в университетской среде. Я услышал и термин технопарк. Правильно ли я понимаю, что в университете, в данном случае Казанском, Федеральном, Привожском, существуют все условия для того, чтобы получить дополнительные знания и навыки? Что имеется в виду? Насколько мне понимается в цепочке развития такого рода событийности, есть предмет, вы его называли, в том числе предмет управления проектами, есть научные кружки, где студенты могут принимать то или иное свое деятельное участие, есть программа, которую я знаю, это благодаря и непосредственно Дмитрия Михайловича роль, это программа внедренная защита стартап, как диплом и есть площадка технопарк, где правильно я понимаю, решаются какие-то определенные проблемы, какие проблемы решаются в технопарке Казанского университета, каково ценностное предложение технопарка, технопарка, которое звучит для молодых предпринимателей, для инициаторов стартапов, и вообще, какие перспективы вы видите в технопарке в его будущем развитии? Прежде всего, я очень удивлен этим вопросом от директора технопарка, который задает это вопрос, поэтому я думаю, что это ваш вопрос. Я сам хочу, чтобы это было беспристрастное ваше мнение. Мое мнение, мое только видение, в принципе, вы занимаетесь этим вопросом, но вы совершенно правильно прорисовали весь лифт или цепочку создания добавленной стоимости в области развития предпринимательской компетенции с выходом на конечный продукт, которым является стартап. И понятно, что стартап должен иметь некую среду обитания. Она характеризуется совершенно различными признаками, я их перечислять не буду, то есть это и сервисы, и доступ, и информация, и консалтинг, и в общем, все-все-все-все-все. И роль технопарка как раз создает такую среду, в которой это взаимодействие в том числе между различным стартапом могло осуществляться, потому что, как я сказал, каждый стартап обладает какую-то ключевую компетенцию. А так как наш университет в принципе работает в четко определенных сегментах, в четко определенных тематиках, то понятно, что большой портфель стартапов будут работать примерно в смежных областях. Это значит, что каждый стартап может принести свою ценность в стартап, развивающийся рядом. И вот это взаимодействие, синергия, компетенция, она как раз может дать тот результат. А это означает, что как бы так, средний возраст выхода стартапа на рынок это примерно 10-15 лет. В условиях технологической турбулентности это вообще говоря, равносильно смерти технологической. Потому что никто 10-15 лет ждать не будет, нас опередят и сделают, и нам делать будет нечего. Реальный срок, на который мы должны рассчитывать, я имею в виду, в диптехе, не войти, конечно же, материал бы есть. Это 5-7 лет. 5-7 лет это все, что нам отведено для того, чтобы довести свою технологию до рынка. Если мы не успеваем, то скорее всего на 99% мы потеряем и мы проиграем в этой технологической гонке. Поэтому роль технопарка именно в этом. Создание этой среды взаимодействия между уже подготовленными, более-менее созревшими стартапами и, соответственно, группами, которые стоят за ним. Как группами технологических предпринимателей, то есть командой проекта, так и нашими учеными, лабораториями, которые, в принципе, создают контент, содержание всех этих стартапов. Потому что стартап это вообще говоря, модель продвижения на рынок. Это не о содержании, я имею в виду, не о науке. Это о модели, о бизнес-модели продвижения. Контент создают наши лаборатории. Поэтому мы говорим о создании некого экополиса вокруг университета, экополиса стартапов, который будет взаимодействовать с нашими учеными. Во-первых, обеспечивая их фокусировку на задачи, которые востребованы рынка. Второе, это вопрос высокомаржинального устройства наших выпускников после окончания университета и создание такой алюминии, экосистемы взаимодействия предпринимателей и университетов. Потому что искусственно, сколько мы не пытались сделать наши экосистемы взаимодействия с большим бизнесом, не получается. У нас нет корневых связей. Все они искусственно и они, называется, насаживаются сверху, не работают. А вот такая прорастающая система, экосистема, когда, как гребница, вот она может заработать. Арадзакевич, то, что услышали от Дмитрия Михайловича, я в преддверии хочу сказать, что от себя немного, что действительно большая заслуга активной позиции руководства университета и руководства республики, которые сейчас предоставляют нам возможность работать в рамках так называемого технопарка КФУ. Личная позиция президента республики Татарстан, решение о передаче площадей, это действительно очень важно и это действительно очень большую имеет ценность как таковую. Все, что вы услышали от Дмитрия Михайловича, как вы считаете, есть у вас какое-то понимание и мнение? Я обращаюсь к вам как к эксперту, в том числе в этой области, потому что пройдя такие замечательные курсы, назовем повышение квалификации, тоже есть наверняка о чем сказать и добавить. Хорошая дискуссия на самом деле что я бы с большинством что сказал Дмитрий Михайлович действительно согласен и наверное вот это основной путь, который целый ряд стран прошли и куда нам надо действительно двигаться. Но опыт показывает и жизнь показывает, об этом и Дмитрий Михайлович говорил, надо двигаться быстрее и может быть не просто быстрее, обижать это всегда фраза, о которой говорил Рустам Мургалевич нас ведь никто не ждет пока мы начнем ходить. Они тоже бегут и нам просто не просто надо бежать, а нам надо пули лететь. Мы не можем их попросить подождать нас немножко. Вы абсолютно правильно затронули стратегическую роль руководства республики, потому что передать огромные площади подготовленные не просто землю в поле для развития инноваций это абсолютно верно и правильно и опыт показывает когда мы смотрим структуру доходов республики Татарстан структуру ее экономики вот такие стратегические решения позволяют действительно диверсифицировать и обеспечивать нормальные бюджетные доходы и в перспективе это то на чем всегда республика стояла это действительно очень важно но вот вернемся к базовым цифрам смотрите Россия хочет войти в топ 15 мировых лидеров по инновациям мы далеко не в топ 15 сегодня сегодня в России примерно по разным почетам это одна две тысячи технологических стартапов в год один Китай один миллион технологических стартапов Соединенные Штаты Америки это примерно то же самое если еще не больше вот тот разрыв который нам сегодня необходимо преодолеть и при том что они тоже не стоят на месте и поэтому понимая что мы делаем инфраструктуру и так далее нам очень важно сегодня делать иные может быть очень резкие стратегические шаги которые изменят вообще наши подходы мы должны меняться и в этой связи вот я бы хотел может быть не согласиться с мыслью что человек научный исследователь не может быть предпринимателем в большинстве своем наверное да но если бы сегодня вот в нашей студии был не только ученый прекрасный ученый Дмитрий Михайлович но например руководитель какого-нибудь крупного холдинга корпорации и так далее если бы ему сказали почему вы не берете те исследования которые у нас есть ведь мы публикуем у нас огромное количество публикаций неплохие у нас рейтинги во всем мире и так далее он бы ответил что в принципе они делают не то что мне нужно и не то что востребовано и казалось бы вот чтобы не создавать этот конфликт мы изучили мы изучили и проработали модель которая называется принцип инвестигейтор то есть это ключевой исследователь ключевой исследователь который объединяет себя функции человека прекрасно ориентирующегося в научной тематике и в научных исследованиях но вместе с тем еще и в бизнесе экономике и предпринимательстве именно вот эта позиция ключевой исследователь позволила в большинстве стран сделать прорыв ключевой исследователь человек который возглавляет исследовательскую группу который работает над финансами над ее продвижением и так но при этом остается глубоко в теме науки и остается на самом деле ну то что мы говорим еще и научным руководителям и вы не поверите вот я видел конкретный пример каким образом это даже в условиях российской федерации сегодня реализуется мы были просто восхищены университетом ИТМО в Санкт-Петербурге когда в общем-то из рядового среднего университета были созданы условия когда молодые ученые которые имели опыт работы примерно 5-7 лет в развитых зарубежных странах которые интегрированы во все научные исследования перспективные вернулись в Санкт-Петербург для них были созданы условия они возглавили вот эти рабочие группы стали ключевыми исследователями и сегодня этот университет имеет оборот ну просто в десятки раз превышающий на самом деле его бюджетное финансирование и наверное это да и вот и наверное и мы действительно очень много общались я в своих социальных сетях показывал фотографии видел ту среду которую им удалось создать и на самом деле вот наверное одна из главных наших задач не просто создать стартап студии а их действительно планируется около ста именно студии которые позволили бы помогать конкретизировать идеи помогать привлекать финансовые ресурсы помогать управлять с точки зрения предпринимательства и бизнеса но самое главное обучать людей которые будут этим заниматься эти стартап студии обеспечили бы взаимодействие межведомственное взаимодействие чтобы вот ликвидировать этот разрыв между университетским сообществом научным сообществом и реальным сектором экономики но мы законодательно должны прописать поскольку ключевой исследователь сегодня это совершенно новая позиция и в научной деятельности и университетской деятельности и в предпринимательской деятельности причем эта позиция не только должна появиться она должна получить налоговые послабления льготы должна получить защиту государства и все необходимые моменты если мы хотим это развивать вот мы исходили из того что государство сегодня должно двигаться и вот один из инструментов которые мы предлагали является именно этот у нас предложения были еще и другие мы целый ряд направлений связанных с тем чтобы создать условия для того чтобы интегрировались вот в новые задачи в создание предпринимательства в создание вот новой такой экономики те люди которые когда-то покинули Российскую Федерацию вот вы знаете на самом деле те же ребята в ИТМО которые по 10 лет отработали они вернулись и вот в разговоре в обсуждении когда мы говорили как вам это удалось вот вы знаете вот примерно половина на половину половина ребят которые уехали с точки зрения и развивают себя в науке за рубежом становятся достаточно такими серьезными русофобами и в принципе конечно же очень сложно создать условия для того чтобы они вернулись но другая половина при любой условия они хотят приехать они хотят помочь своим альмаматор стенами бизнесу и если государство декларирует и не просто декларирует а создает определенные условия они готовы приехать а это люди с очень высоким уровнем развития интегрированности в зарубежные все технологические цепочки и конечно же они очень здорово могли бы помочь поэтому одним из направлений было именно то чтобы мы могли создать условия чтобы они приехали не просто на бумаге а конкретно в законе в законе для того чтобы у них были возможности развиваться ну и конечно же все варианты финансирования венчурные и так далее и так далее мы должны их максимально приближать финансовые инструменты хоть они и небольшие сегодня но они существенные они есть они должны максимально приближаться к стартап-судим к этой инфраструктуре которая на сегодняшний день есть в целом вот еще раз подчеркну Битрий Михайлович сказал абсолютно правильные вещи но вот на мой взгляд предпринимательство в научной среде продиктовано изменениями в целом и вызовами в науке в развитии науки в глобальном масштабе сегодня и этому надо уделять на мой взгляд внимание у нас дискуссия нет нет я очень рад что существует альтернативное мнение на самом деле альтернативное и для меня как будто ну является в момент спорта потому что для меня там где начинаются предприниматели там заканчивается ученый я всю жизнь работал в области технологии разработки новых технологий я доктор технических наук и всегда разрабатываю именно и проводил исследования в этой области и я знаю что эта работа требует очень большой вовлеченности именно научной работы как только ты переходишь в разряд предпринимательства ты этого вовлеченности теряешь автоматически отец основателя то есть то что вы называете ключевым исследователем является генеральным CEO генеральным директором стартапа только на этапе формирования MVP как только этот момент проходит когда собрали некий прототип после этого всегда происходит замена команды потому что ученый в принципе не может дальше выводить стартап на рынок он должен заниматься своим базовым продуктом он должен его дорабатывать когда то есть когда собрали MVP дальше происходит взаимодействие с рынком заменение с рынком подразумевает что я даю на пробу получая обратную связь от потенциальных заказчиков дорабатываю продукт меняя его функциональные свойства качественные свойства любые другие тем самым доводя его до той стадии когда он становится интересен рынку и вот эту часть я имею в виду доработка это и должен заниматься как раз тот самый ключевой исследователь а заниматься взаимодействием с рынком встречаться с генеральными директорами с главными конструкторами работать с какими-то другими компаниями это не задача ученого он просто растратится на то что он в принципе не является его ключевой компетенцией он всю жизнь работал в науке он всю жизнь совершенствовал как ученый и тратит себя на какие-то маркетинговые другие активности но наверное это будет просто даже не рационально с точки зрения тех средств которые были затрачены на него государством когда он формировался именно как ученый это опять мое мнение я знаю мнение и других людей кто по этому поводу есть мнение допустим о концепции которые продвигают компанию Роснана они вообще считают что ученых в стартапе быть не должно они формируются из стартапа как единая единая дочка самих себя и внутри него некие идеи развивают это тоже их право я не знаю то есть это здорово что они это делают и если у них получится я буду просто только рад потому что это еще одна модель развития предпринимательства в России ключевой исследователь тоже интересная модель то что у меня к этому есть определенный скрипс это не значит что я прав я просто я испытываю свой скрипс и я развиваю другую модель команда которая делает работу о которой мы сейчас слышали она развивает свою модель то есть таких моделей может быть десяток и ясно что только в процессе вот такого взаимодействия сравнения может выработаться именно та модель или те модели которые покажут свою максимальную эффективность и самое главное что я уверен что ни одна модель не покажет общую эффективность она покажет эффективность для каких-то конкретных ситуаций и вот те ситуации когда та или иная модель является эффективной и показывает максимальный результат, наша задача и найти. Абсолютно. Не хотелось бы дискутировать. Почему? Мы дискутируем. Да, да, да. А ты, например, дискуссия. Дмитрий Михайлович, у меня возможно дискутировать, потому что он говорит абсолютно системные и правильные вещи. Я просто хочу сказать, с чем я сталкивался. Например, в Министерстве финансов Российской Федерации я заместитель министра был, когда курировал именно финансированием, в том числе и научной отрасли. Конечно же, когда формируется бюджет, сразу идет оценка. Первый вопрос, сколько на науку направляется бюджетных ресурсов, например, в развитых странах, сколько в Российской Федерации. Об этом Академия наук всегда ставит вопросы и так далее. И второй вопрос, а сколько направляется вообще ресурсов на финансирование экономики в зарубежных странах, в развитых странах, сколько у нас. Так вы понимаете, вот на самом деле, с точки зрения структуры бюджета, бюджетное финансирование в Российской Федерации, оно не меньше, чем в развитых странах. Просто в развитых странах наука в основном финансируется внебюджетными источниками, и эти внебюджетные источники составляют колоссальный объем, который абсолютно несравним с объемом, который есть сегодня в Российской Федерации. Последствия этого, безусловно, проблемы инновационной отток наших ученых. И поэтому, конечно же, мы сегодня должны создавать все условия. Ученые должны быть богатыми людьми, ученые должны быть людьми, которые зарабатывают, которые имеют возможность иметь лаборатории, развивать инновации, те мысли, которые у них есть. Но вместе с тем, это, конечно же, невозможно обеспечить только бюджетными ресурсами и надежды на бюджетных ресурсов. Поэтому система и комплекс этой работы должны составить баланс между финансированием внебюджетным, венчурным, иными источниками финансирования, моделями поддержки, идей, которые находятся на самой стартовой позиции и моментами, конечно же, доведения их в дальнейшем до реального сектора. Поэтому, наверное, если в комплексе говорить об этом, то хотим мы не хотим. Изменения самой науки, вызовы науки заставляют думать именно о том, что надо сегодня меняться самим тоже. Меняться для того, чтобы реализовывать эти идеи, продавать эти идеи, нанимать людей, которые эффективно этим будут заниматься. Это очевидно. Вот я, Дмитрий Михайлович, я для себя тоже сделал некое открытие. Я впервые услышал термин «ключевой исследователь». Теперь я понимаю, что это не совсем одно и то же, чем лидер проекта, допустим. Есть те самые модели. Вы, Дмитрий Михайлович, говорили о том, что в рамках такой живой дискуссии, вы говорили, что модели могут быть разными, и каждая имеет право на существование, на проверку как гипотезы. Я бы хотел уточнить, можно, Дмитрий Михайлович, Арадзакевич, вы сказали про пример, связанный с Питерским институтом, где создали специальную среду и условия. Правильно ли я понимаю, что в эти условия включается и порядок проживания, условия проживания, и порядок социальный, социальный пакет, что-то еще. То есть создали вот именно для жизнедеятельности условия, чтобы люди вернулись и начали репродуцировать, начали созидать. Вот немножко чуть-чуть подробнее, мне бы это было интересно, потому что мы тоже об этом говорили, но вряд ли приедут люди, которые будут искать, где им разместиться, и разместиться там, где у них нет единомышленников, где нет по соседству людей таких же творческих и так далее и тому подобное, где есть определенные условия. Вот как это работает в Санкт-Петербурге? На самом деле, конечно же, учитывая то, что перед вами сейчас такая вот тоже серьезная задача есть, возможно, вы найдете еще более другие вузы, которые более эффективны. Но вот я сам лично ходил своими ногами, и я был просто восхищен тем, что я увидел в этом ООО. Конечно же, модель не вырастили своих, а создали максимальные условия для того, чтобы ребята, которые 10 лет проработали, когда-то уехав из России в зарубежных супер-университетах, вернулись. Это потребовало квартиры, площади, Питер сам по себе привлекательный город, они тоже об этом говорили. Но тем не менее, и максимальная свобода для того, чтобы реализовать. Я за ними ходил и спрашивал, слушайте, а как вы к ректору какие-то вопросы согласовываете? У вас есть там какие-то заявления, бумаги? Нет, говорит, ректор взрослый человек, лет за 60 уже был, знаете, да. И на самом деле, по крайней мере, это из Советского Союза ректор, это точно, да. Никаких проблем, никаких барьеров, все в open space, супер-лаборатории, любые плакаты, любые надписи и так далее. Больше того, мы сейчас говорим, деньги, предпринимательство, богатство и так далее, и так далее. Лаборатория. Сидят молодые студенты в какой-то научной работе, вовлечены и так далее. Я один раз подходил, второй раз, думаю, это может быть постановочно. Хотя у нас не был визит какой-то официальный в этот университет, и была полная свобода, с кем хотим, разговариваем. Вы понимаете, ответ такой, ради чего вы здесь делаете, что вы делаете, надеетесь ли вы потом остаться, куда-то уедете. Ну, вот стандартные вопросы, вот, наверное, меня как чиновника, да, как вот ваше будущее, много ли, все ли правильно делает наша страна. Ответ был такой, мы исследуем конкретно, что-то было связано с какими-то полимерами, я хочу внести свой вклад в изменение климата, развития, помощи бедным и так далее, и так далее. И вот один, второй, третий ответ, я начал себя понимать уже, мы же нацелены все на то, чтобы ресурсно изменить отрасль и так далее. И я начал уже себя понимать на то, что, наверное, мы сами немножко уже стали двигаться, вот, с точки зрения не общечеловеческих ценностей, а иных каких-то ценностей. И я сам себя поймал на мысли, что мы немножко становимся ограниченными в этой теме. Они, они общечеловеческие ценности, они действительно тратят свое время, работают для того, чтобы общаться и для того, чтобы сделать определенное открытие, проверить свою гипотезу, потому что это может изменить жизнь очень многих людей. Вот такой был ответ студентов. Это второй, третий, четвертый курс. Здорово. Я был, и это было не заучено, это было несколько раз, и на самом деле, увидев какие-то высказывания на стенах, а там все вот так вот сделано, я был восхищен. Ребята, приехавшие оттуда, конечно же, они внесли при создании среды и условий и движении руководства университета, они внесли совершенно новые механизмы работы с точки зрения закупок. Но у нас самая главная тема. Мы уезжаем в другие страны, потому что мы не можем купить тот или иной препарат. Нет проблем с закупками. На бюджетные, не на бюджетные деньги, нет проблем. Сидят два человека на пять лабораторий, которые завешены, у них маленькое это, они полностью обеспечивают всю закупочную деятельность. Вот эта работа так организована. Они мотивируют, они, ну, в общем, я вам рекомендую туда съездить, я был просто восхищен тем, что я там увидел. И самая главная мотивация этих ребят, потому что все те лаборатории, вся та инфраструктура, где они работали за рубежом, она теперь работает на нас. Которую они заключили самыми передовыми нашими, не нашими, мировыми лидерами с точки зрения там индустрии пленок и так далее, и так далее. Она сегодня полностью в заказах у этого ИТМО. Я был просто восхищен тем, что я увидел. Дмитрий Михайлович, а так ли получается, что говорит Арадзакевич, что мы на самом деле немного дезориентированы, мы немного идем в каком-то другом векторе? О реальных вещах, которые проявляются в некоторых действиях, а государство должно свою интенцию проявлять в каком-то действии, то реально у университетов есть заказ только на две, на два бизнес-процесса. Это образование и наука. То есть есть госзаказ именно на эти два бизнес-процесса. И поэтому университеты максимально, ну, скажем так, эффективно, лучше, хуже, но они выполняют эту функцию. Реально выраженного в деньгах, в заказе, запроса на инновации со стороны государства на сегодняшний день в адрес университета нет. И простым доказательством является то, что университеты, их эффективность оценится по количеству публикаций, в каких-то базах данных, количество цитирований, квартиры журналов, которые публикуются. Но нигде нет требования на создание, скажем, патента, который потом повлияет на создание той или иной технологии. То есть у нас нет по факту запроса на технологии. До тех пор, пока мы будем проводить кучу журналов, и мы знаем, что вся страна в поисках этих журналов, где можно публиковаться, тратит большие деньги, при этом цена, стоимость, именно потребительская стоимость, капитализация этих публикаций, она равняется нулю, то, естественно, никого порыва не будет, потому что эти публикации, какие бы они были, там, качественные, некачественные, они требуют очень больших затрат времени. Но технологическая потребительность – это прежде всего патент, потому что инновации – это монополия знаний. А монополия знаний выражается только одним документом – патент. И до тех пор, пока государство не будет стимулировать создание именно патентов, и не просто как самих по себе, а патенты, которые имеют совершенно четкий практический фокус, до тех пор, пока наши университеты не будут формировать некие патентные пулы, и тем самым обеспечив свое технологическое превосходство перед этими технологическими гигантами, которые из-под нас вымывают интеллектуальную собственность за копейки, до тех пор никакого развития не будет. Вот в чем проблема на самом деле. Я бы хотел добавить, как раз, да, и вот очень правильно, абсолютно правильно сказал Дмитрий Михайлович о том, что диплом, образование и так далее. И, возможно, государство как раз вот именно сейчас и меняет свою позицию, когда принят федеральный проект, платформа университетского технологического предпринимательства, и конкретным человеком, который отвечает за эффективность этого проекта, является министр науки и вся его команда. Это очень важно, то, что государство выдвинуло, определило определенные финансовые ресурсы. Эти финансовые ресурсы впервые приняты, не проектом уже, а принятым законом о федеральном бюджете, который вот принят был в ноябре месяце, и, соответственно, уже источники финансового обеспечения появились. Но сейчас очень важно создавать льготы, и вот эта вот структура связана с тем, что диплом, образование, это был главный приоритет, и критерии работы любого университета, сегодня эти критерии становятся уже несколько другие. Живем в эпоху перемен, и, наверное, вот эти перемены, они должны быть еще более-более важны. И вот этот разговор, наверное, на осмысление как раз того, что сегодня есть. На мой взгляд, вот как раз задачи вот сейчас и критерии сильно-сильно меняются и перестраиваются. Абсолютно с вами согласен, потому что, ну, мое такое впечатление, ну, от последних, скажем так, нескольких лет, говорят, что к власти пришла команда технократов, и они немножко по-другому видят этот мир. В связи с тем, что они из области технологии, из области точных наук. И на самом деле эти тенденции, они уже наблюдаются. Просто дай бог, чтобы это получилось к неким законченным результатам, неким законченным процессам, а не оборвалось на полдороге. Но я думаю, что это точно не оборвется, потому что, в принципе, просто другого пути для нашей страны сегодня нет. Потому что этим миром будет управлять тот, кто будет лидером в технологической гонке. Только технологии на сегодняшний день управляют миром, определяют приоритеты, определяют экономику и благосостояние того или иного государства. Поэтому сейчас ситуация такая, что другого пути, кроме как поддерживать университеты и развивать платформу университет технологического предпринимательства, у государства просто нет. А раз так, то данная тенденция, она обречена на успех. И будем надеяться, что так все и будет. Это очень оптимистично и жизнеутверждающе. И сам по себе разговор, который у нас сложился, уже завершаем нашу передачу, он очень серьезный, вдумчивый. Мне, по крайней мере, очень понравился. Убежден, что такая же реакция будет и у наших слушателей и зрителей. Мы приглашаем всех к обсуждению дополнительному, готовы отвечать на вопросы дополнительные. В титрах будут обязательно все наши реквизиты и контактные данные. Но я бы хотел также завершить на оптимистичной ноте. Я хотел бы, чтобы наш разговор такой увлекательный, он продолжился. Мы хотим, чтобы наша программа выходила регулярно. Надеюсь, что в развитии событий мы будем видеть какие-то иные реперные точки, точки притяжения, изменения. И, откликаясь на все это, у нас наверняка будет о чем поговорить и в будущем. На самом деле, спасибо за приглашение и за этот разговор. Я абсолютно уверен, это некая такая точка кипения, комната кипения, где мы, пользуясь своим опытом, какими-то знаниями, делимся своим видением. И, по-моему, мы сегодня сошлись во мнении, что вот как надо двигаться, но двигаться надо, конечно, значительно быстрее. Я бы, конечно же, к этому разговору пригласил наш реальный сектор. Я бы к этому разговору пригласил Венчурный фонд Республики Татарстан. Тоже очень важно. И, конечно же, мы все заинтересованы, просто искренне заинтересованы в том, чтобы такие столпы, наша гордость, как Федеральный университет, другие вузы, могли кооперироваться. И мы могли максимально поддерживать инициативы, даже сумасшедшие идеи наших ученых, студентов. И, конечно же, диплом дипломом, но мы должны, мне кажется, быть просто источником этих инноваций и создавать все необходимые условия для того, чтобы так оно и было. Спасибо вам большое. Огромное спасибо за ваше участие, за сложившийся разговор. И будем говорить. До скорой встречи. Спасибо. Всем успехов. Спасибо.